друзья всем привет с вами снова из добра пожаловать на канал обзоров гаджетов и мобильных устройств и сегодня у меня на канале будет сравнение двух телефончиков от одного концерна трэншн холдинг один из них представляет линеечку infinix ноут это 40 про плюс этого года телефон который в первую очередь ориентирован на стиль красоту тонкость легкость изящности обладает очень утонченным корпусом экраном amoled водопад и конечно же мощными зарядками быстрая зарядка 100 ватт и беспроводная 20 ватт ну а техно представлен у нас новинкой из линеечки камон это камерафоны tecno common 30 pro 5g это не топовый телефон в линейке как infinix ноут 40 pro plus но тем не менее можно сказать что один из старших здесь у нас в отличие от премьера нет разве что телевика но в остальном же по возможностям камер premier и прошка идентичны оба этих смартфона получились довольно тонкими и легкими и что интересно несмотря на тонкий и изящный профиль infinix а он и толще и чуточку тяжелее 8 миллиметров толщину 190 грамм весит в то время как техно получился в толщину 7,7 миллиметра и весит 189 грамм экран у обоих телефонов 6,78 дюймов amoled но у infinix это экран водопад ну и я знаю что некоторые не очень любят подобные экраны я собственно говоря тоже отдаю предпочтение традиционным классическим плоским у техно это тоже 6,78 дюйма но в отличие от infinix здесь экран 144 герца а вот у infinix классические 120 по органам управления все очень похоже кнопки включения клавиши регулировки громкости с левой стороны с правой стороны пустота сверху динамики инфракрасные порты и микрофоны шумоподавления но а снизу опять же у нас динамики тайп си микрофоны и сим лотки к сожалению без поддержки карт sd также здесь вы не найдете к сожалению и трех с половиной миллиметров до друзья даже в недорогих телефонах теперь этого разъема у нас нету а вот с точки зрения аккумуляторов у infinix он меньше 4600 миллиампер зато поддерживается быстрая зарядка 100 ватт и беспроводная 20 а у техно это классические 5000 миллиампер и быстрая зарядка 70 ватт по камерам понятное дело что техно ориентирован именно на фото и видео отсюда и название common у него камеры на 50 мегапикселей основная широкоугольная и фронтальная но есть еще и дачи глубины а у infinix это классический набор samsung и чем 6 на 108 мегапикселей с оптической стабилизацией два бесполезных двух мегапиксельных модуля датча глубины и макро ну и фронталка на 32 в то время как у техно это 50 мегапиксельная камера с автофокусом оба смартфона у нас построены вокруг android 14 до оболочки называются по-разному xos у infinix и high os у техно но опять же таки они очень очень похожи отличаются ну можно сказать что цветовым оформлением и шрифтами оба телефона по идее как заявляет производитель должны получить два полноценных обновления системы то есть по идее android 16 оба телефона получат это большой прогресс по сравнению с прошлыми моделями infinix и техно которые едва едва получали одно обновление но будем как говорится посмотреть с точки зрения настроек здесь огромный пункт по персонализации вы можете выбрать различные темы значки шрифты обои даже always on display настроить на свой вкус в общем а телефончики позволяют действительно очень здорово все кастомизировать имеются различные специальные функции динамик бар и динамик порта называются по-разному но понятное дело что это всплывающее окошко плавающие окна смарт-панели игровой режим смарт-хаб клонирование приложений детский режим все это есть в обоих телефончиках также здесь есть фирменный переводчик фолокс и элла у infinix и у техно они называются по-разному но опять таки это один и тот же переводчик с точки зрения экранов как я уже сказал в обоих случаях это amoled дисплей но если у infinix он 120 герцовый то у техно 144 герца ну и как нам обещают мы получим пиковую яркость примерно 1300 нит на улице в яркий солнечный день есть еще и режим высокой яркости как раз таки для улицы помещение в ручном режиме мы получаем примерно 700 люкс ну либо же 700 нит у техно и примерно 740 у infinix ну а с точки зрения шим никаких вопросов у нас нету в обоих случаях у техно мы получаем примерно 12 процентов на максимальной яркости 12 13 на 50 процентный ну и примерно эти же цифры на низкой яркости infinix демонстрирует точно такие же цифры 12 13 процентов на максимальной яркости такие же цифры на средней ну или минимальной яркости примерно 15 процентов в общем и целом можно сказать что экранчики довольно похожи по яркости и настройки имеется возможность выбрать частоты обновления но 120 и 60 есть у infinix а плюс авторежим а вот у техно есть еще и 144 герца и также автоматический режим имеется возможность немножко настроить цветовые оформления яркие оригинальные цвета и плюс цветовая температура а вот с точки зрения железа телефоны надо сказать что очень и очень разные и вот здесь вот вроде бы стоило бы сравнить infinix ноут 40 pro плюс камоном 35 g ведь построены они на одном процессоре дай мэнсити 7020 но в данном случае infinix ноут 40 pro плюс был бы на 10 тысяч рублей дороже и как раз таки имела смысл сравнить его с телефоном который стоит сопоставимых денег а именно техно common 30 pro об этих телефона продаются сейчас примерно за 30 плюс минус там полторы две тысячи рублей в зависимости от магазина где-то infinix чуть дороже или чуть дешевле где-то наоборот друзья ну а если вы не знали у меня также есть телеграм-канал где я на регулярной основе публикую самые выгодные предложения по смартфонам электроники и различным гаджетам на алиэкспресс и наших маркетплейсах яндекс маркет мега маркет озон и так далее так что обязательно подписывайтесь если хотите быть в курсе самых выгодных предложений на электронику и смартфоны это можно сделать просканировав qr-код по подсказке сверху либо же пройдя по ссылке в описании ну и вот в данном случае однозначным победителем выходит техно common 30 pro ведь у него даймэн сити 8200 алтимей телефон набирает на 450 тысяч баллов больше 40 pro plus нельзя назвать каким-то тормозом или ущербным смартфоном этой производительности вполне себе хватит большинству пользователей если они не фанаты игр но вот если вы любите поиграть да еще и в тяжелые игрушки уровня геншина ханкая или же диабло и варзон то здесь однозначно лучше присматриваться камонус его очень мощным даймэн сити 8200 алтимей избиение младенца продолжается и в гиг бенче мы видим цифры которые опять же таки в полтора раза выше именно у тех на 661 балл на одно ядро и 2000 на все 8 у инфиникс и 1000 и 3 700 у тех на что еще более удивительное то более зеленый и ровный график тротлинг теста мы видим у камона да еще и производительность выше 276 гипс против 248 у инфиникса но и как мы видим у инфиникса было плавное падение до восьмидесяти четырех процентов но отек на допустил такой вот разовый скачок до 93 в общем отработал чуть более ровно а вот с точки зрения внутренних накопителей несмотря на то что у меня оба телефона версиях 256 более скоростной и fs 3 1 накопитель установлен в тех на в то время как у инфиникса старый и fs 2 2 но и как мы видим скорости в два раза выше именно у тех на если инфиникс не дотягивает до 1000 мигов на записи чуть более тысячи на чтение то тех на его рвет на лоскуты 1860 мигов на записи более двух тысяч на чтение но из точки зрения модулей коммуникации выигрывает тех на инфиникс сожалению не поддерживает вай фай 6 а вот тех на поддерживает и это прекрасно видно по скоростям доступа я был подключен к одному и тому же роутеру но если инфиникс подключился по пяти гигагерцам то тех на по вай фай 6 500 мегабит выдает мне провайдер ну и у инфиникса я вижу примерно 320 на скачку а у тех на 526 всегда тестирую модули gps и здесь ситуация очень похоже я бы сказал аналогичная плюс-минус 2-3 метра точность в поле зрения более 40 спутников примерно 20 в использовании оба телефона позволяют комфортно пользоваться навигацией особенно с такими яркими большими amoled экранами а вот с точки зрения автономности инфиникс меня удивил даром что аккумулятор здесь на четыре тысячи шестьсот миллиампер зато здесь и нет такой прожорливый не такой мощный даймэнсити 7020 и если пользоваться телефонами в одинаковых сценариях без игрушек то мы получим идентичные примерно полтора дня работы но при этом у тех на аккумулятор больше на 5000 миллиампер ну и заряжается он чуть дольше примерно 45 минут 70 ваттной зарядкой а инфиникс делает это примерно за 30 минут благодаря 100 ваттам более того он имеет удобную беспроводную зарядку поэтому во время тестирования я частенько под заряжал его в своем автомобиле у которого встроенная беспроводная зарядка так что это было действительно очень удобно положить телефончик и когда ты приехал на место встречи он у тебя уже полностью заряжен ну и что касается звука стереодинамики у нас в обоих телефонах но настройка этих самых динамиков немножко отличаются мне показалось что если инфиник звучит чуть громче в некоторых моментах то у тех на более насыщенный глубокий звук за счет поддержки dolby atmos и и и и и и и вас не разочаруют оба смартфона громкий насыщенный звук вы получите в обоих случаях жалко что трех с половиной миллиметров нам не завезли но да это к сожалению данности реалии нашего времени но вот с точки зрения камер понятное дело что отличие есть и довольно таки существенные несмотря на то что samsung к и чем 6 у infinix очень и очень неплох sony amx 890 у техно лучше ведь это флагманский модуль который мы видели совсем недавно именно во флагманских дорогих телефонах а вот сейчас он есть среднебюджетной модели начнем с фронтал очек 32 мегапикселя у infinix и позволяет делать очень неплохие кадры которые радуют детализации неплохой цветопередачей но вот 50 мегапиксельный samsung jn1 который установлен у техно гораздо лучше еще больше детализации натуральный цвет кожи очень приятный контраст ну и что самое главное наличие автофокуса к сожалению у камана в данной модели нету телевика который есть в премьере но и у infinix и телевика нету оба телефона позволяют делать цифровое приближение ну так называемое без потери качества в двухкратном или трехкратном варианте но честно говоря понятное дело что без потери качества не получается но в общем и целом для социальных сетей эти фотографии конечно использовать можно детализация неплоха в обоих случаях на пока не начинаешь скажем так по пиксель на разглядывать фотографии но что есть у техно и чего нету infinix это шикарный широкоугольный модуль с автофокусом на 50 мегапикселей который позволяет делать действительно очень детализированные фотографии не в пример многим другим смартфонам тем же сяоми и риме у которых установлены 8 мегапиксельные никудышные ширики здесь же полный порядок причем этот модуль и с точки зрения цветопередачи с точки зрения контраста и динамического диапазона очень близок к основному так что вы получите шикарные фотографии как на основной модуль так и на шире но из точки зрения динамического диапазона у оба телефончика неплохи но опять таки если сравнивать их лоб в лоб техно окажется чуть лучше здесь я снимал можно сказать из теневой области дерева и фокусировался на листве и мы получили более про экспонированную такую вот листву у инфиникса но при этом пересвеченный задний план и довольно неплохо про экспонированная листва и опять же очень четкий задний план у техно так что с точки зрения динамического диапазона техно отрабатывает интересней но из точки зрения цветопередачи телефончики радуют но если инфиникс демонстрируют более яркие такие вырвиглазные кричащие цвета то техно спокойнее более натуральные и я бы даже сказал правдивые оттенки что несомненно может понравиться многим да в обоих случаях вы получаете очень красивые фотографии на улице в яркий и солнечный день но опять же повторюсь если разглядывать все по пиксельная с точки зрения детализации сразу же понятно какой из этих смартфонов камерафон а который старается сделать классные фотографии чтобы угодить вам в общем и целом все неплохо пока дело не касается видео к сожалению инфиникса здесь практически никаких шансов он имеет 2к 30 на основной на фронтальный модуль но еще и есть 8 спи 30 и 60 в то время как техно умеет 4к 30 и 60 кадров на все модули это действительно очень круто давайте посмотрим на сравнение видео и будем резюмировать infinix и техно умеют записывать видео довольно неплохого уровня но если техно камон у нас камерафон то infinix но 40 pro plus это просто очень стильный красивый смартфон шикарным экраном но скажем так не настолько крутой в плане возможностей камер тем не менее на основные модули infinix умеет писать 2к 30 ну и плюс full hd 3660 а вот камон в данном случае умеет писать 4к видео 30 и 60 кадров в секунду если вы хотите ультра стабильный режим то это будет 4к 30 именно так я сейчас и записываю на у infinix который с левой стороны мы пишем в 2к 30 ну и с точки зрения плавности картинки как мне кажется техно все-таки выигрывает по крайней мере из того что я вижу на экране мне все-таки именно по плавности картиночку техно нравится чуть больше ну а с точки зрения цветопередачи здесь конечно вкусовщина как мне кажется более такие ядреные ядовитые цвета демонстрируют infinix очень насыщенные более спокойные правильные демонстрируют техно но опять-таки на вкус и цвет для социальных сетей кому-то может вот такие вот яркие картиночки infinix понравятся больше на фронтальную камеру опять же 2к 30 у infinix и 4к 30 и 60 кадров у техно техно опять же имеет стабилизированный режим в 4к 30 сейчас я именно так и снимаю ну а у infinix стабилизированный режим будет в 1080p угол захвата у infinix чуть больше но с точки зрения детализации и картиночки как мне кажется оба телефончика неплохи но опять же цветопередача значительно отличается у infinix мы видим более такую яркую сочную картинку но с перенасыщенными цветами очень очень насыщенный зеленый цвет у листвы ну и более спокойные натуральные цвета у техно и кому-то такое действительно может понравиться гораздо больше ну а с точки зрения звучания слушайте сами определяйте сами ну и пишите в комментариях какой из этих телефончиков вам нравится больше они немножко разные с точки зрения философии infinix у нас понравится любителям таких изящных красивых смартфонов ну и тем кому обязательно нужна беспроводная зарядка но вот техно это типичный камерафон среднего уровня с очень хорошим модулем sony amx 890 и один из немногих телефонах в классе который умеет 4к 60 на все модули это действительно большая редкость в общем и целом при цене примерно 30000 оба телефона имеют право на жизнь но если бы выбирал я я бы выбрал именно common я все-таки предпочитаю плоские amoled экрана они скругленные и скажем так возможности камер для меня все-таки важнее чем беспроводная зарядка ну а как вам обязательно напишите в комментариях на 7 все с вами была из подписывайтесь на канал ставьте лайк всем пока